Тут на кладбище с детства говорят, что пальцем показывать нельзя. Вот за моей спиной на этом оползне два кладбища. Один в черте аула. Последнее захоронение было там в 1933 году. Голод, да? Голод, да. Тут только в одном Урупском более 5 тысяч населения было до 1933 года. Более 5 тысяч. А сейчас вот два аула в поселение входят около 3 тысяч. Ну и львиная доля уехала в Армавир, в Коснодар. Ну, уехали, поуезжали. Ну вот в центре старое кладбище совсем какое-то, да? Вот это в центре, которое кладбище, где поле сейчас просто там один торчит. Это совсем старое считается, да? Которое... Как вы ехали? Через Успенку? А, нет, там это... Каменные надгробья сохранились, но остальное же пропало. По мусульманским законам и отец спокойно говорил, если умру, там не надо огораживать, то да сё этот надгробный памятник должен пропасть с могилой, с могилой, вместе с могилой. Там ничего не строится, абсолютно ничего не строится. В своё время здесь четыре мечети было в ауле. Я даже два или три года учился в одной из мечетей. Школы же новой не было, детей много было, одевать их не было. В две смены учились. Продолжение следует...